Всем привет! Новый китайский лодочный мотор 9,8 лошадиных сил. Запускаем мотор и при возврате шнура в ручной стартер возникает такой скрежет. Попробуем разобраться, в чем причина. Нужно снять ручной стартер с двигателя. Для этого надо открутить три болта. У нас есть ручной стартер от Тахатсу, чтобы мы могли разобраться, в чем же причина, почему на Тахатсу такого эффекта нет, а на этом китайском моторе есть. И на первый взгляд видно, что зацепы на китайском моторе торчат больше, чем на Тахатсу. Здесь они более спрятаны. И, возможно, это и есть та самая причина, по которой возникает вот такой металлический звон, когда мы убираем шнур обратно в ручной стартер. Возможно, что цепляются вот эти ступеньки в тот момент, когда этого не должно происходить. Оба ручных стартера разобраны, отсюда сняты эти собачки. Видно, что пластины зацепления от Тахатсу немножко покороче, чем на китайском аналоге. На Тахатсу пластина 27.6, а на китайском моторе 29. Значит, на 2 мм надо попробовать их немножко укоротить, подрезать, собрать и посмотреть, что из этого получится. Собрали стартер обратно, поставили на мотор, а теперь будем пробовать. И мы видим, что теперь, когда мы возвращаем шнур обратно, нету никаких страшных звуков, как будто у нас сейчас рассыпется мотор. Если мы будем на заведенном моторе вытаскивать шнур, то эти звуки появляются, потому что начинает... Пластины пытаются войти в зацепление, поэтому это нормально. О том, как правильно пользоваться ручным стартером, мы уже говорили в одном из наших роликов. То есть, это надо немножко вытянуть шнур, только потом запускать. Видимо, когда китайцы копируют лодочные моторы, они не придерживаются стандартным размерам, которые задали японцы, а копируют плюс-минус километр. Поэтому теперь причина устранена. Когда я нахожу причину, у меня всегда поднимается настроение. Ну все, всем пока!